МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе Нарафаминск прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Наш земляк Денислам Хубиев в своей весовой категории завоевал серебряную медаль. Эта победа дала возможность юному спортсмену войти в основной состав сборной России. И сегодня чемпионы вместе со своим тренером Сиражудином Аюбовым гости нашей программы. И в эти минуты в нашей студии они расскажут моей соведущей Белли Джозаевой о прошедшем первенстве и подготовке к чемпионату Европы. Доброе утро всем. Доброе утро, Сиражудин. Доброе утро, Денислам. Я сразу хочу поздравить вас с таким, можно сказать, оглушительным успехом для вот такого юного человека, юного спортсмена. В городе Нарафаминске прошло первенство России по вольной борьбе для юношей до 16 лет. Правильно? И у вас серебряная медаль. Конечно, это большой успех. И хотелось бы узнать, для вас это был ожидаемый результат? Я понимаю, что каждый спортсмен готовится, но вы ждали этого результата? Ну, вы знаете, каждый тренер как бы хочет того, чтобы его ученик это выступил хорошо. Но на этот момент Денислам, конечно, такой как бы добросовестный парень, скажем так, очень ответственный. И дашь ему задание, он такой исполнительный. Честно говоря, вот по его этому тренировочному процессу и последним нашим поездкам, я имею в виду, в Нальчике мы были. Надежда была. Надежда была, конечно, у нас. Он трудился, старался. И результат не заставил себя ждать. Да, да, да. И вот результат, как вы знаете. Денислам, я знаю, что ты с 8 лет занимаешься, тебе сейчас 13 лет, то есть получается 5 лет. Вы это время, все время вместе тренируетесь? Да, да. Денислам, скажи, пожалуйста, вот чем тебе нравится этот вид спорта, вольная борьба? Я знаю, что и братик твой занимается этим же видом спорта. Что вот привлекает в этом тебя? Ну, сама борьба, техника, броски. Ну, вот ты с охотой идешь на тренировки? Никак в школу, наверное. Как обычно все дети. Денислам, у тебя какая мечта, как у спортсмена? Ну, олимпийским чемпионом стать, как у любого борца. Ну, я думаю, что у тебя все получится. Теперь вы вошли в основной состав сборной России. Что вам позволяет на международных стартах принимать участие, правильно? Да, да, конечно. И вот вы сейчас готовитесь, насколько я понимаю, на первостой Европы. Да, да. Где будут проходить? У них будет сбор. И 27-го, где-то вот в конце этого месяца, уже как бы планируется чемпионат Европы в Болгарии, в Софии. Вот я надеюсь, что, как бы, хотя мы, скажем, вторые номера, но там планируется, кроме основных номеров первых, и три человека еще, как бы, в одном весе, двоих будут ставить. И я надеюсь, что Денислама, как бы, тоже тренер, ну, как бы, тренерский состав. Подготовит. Да. Денислам, какой у тебя настрой? Оценит. Ну, настрой хороший. Самое главное, что ты веришь в себя. Да. Ну, мы желаем тебе, все, вся наша республика, новых побед. Только первые, вторые, третьи места, но желательно первые. И удачно съездить вам на чемпионат Европы, на первенство Европы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание Абазинского отдела. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова